С 1 декабря стартует туристический проект правительства Московской области «Зима в Подмосковье». Будем надеяться, что погода войдет в климатическую норму и порадует нас сугробами и легкими метелями. Для проекта это просто необходимо, ведь ставка сделана на зимние активности, а Клин вошел в пятерку центральных площадок программы. Подготовка вовсю идет, и дорожную карту уточнили на специальном совещании в муниципалитете. Проект «Зима в Подмосковье» развернется в регионе второй год подряд. Фирменные цвета по-прежнему красно-белые. Правда, тон «Спелая вишня» сменил алый цвет. Изменился шрифт и геометрия снежинки, но тематика бренда осталась прежней. Уже скоро ее смогут вспомнить и оценить все жители города. В конце ноября в ферменных тонах начнут украшать здания и витрины магазинов. Предполагаются растяжки, спецнаклейки на остановки и автобусы, декоративные флажки. Напитки рекомендовано продавать тоже в ферменных стаканчиках. По предварительной информации коммерсанты проект поддержат. Нам необходимо учитывать брендирование земля в Подмосковье там, где это является акцентом внимания жителей, туристов на мероприятия, на какие-то интересные событийные факторы. Бренд – только обертка проекта, поэтому все внимание к программе. Зимние забавы предложат каждый округ или район области. Но центральных площадок всего пять и Клин в их числе. Туристов будут завлекать классическими достопримечательностями, экскурсиями и фестивалями, а также сезонными активностями в парках. Главной территорией Клинской зимы обозначена лесопарковая зона Шариха – Глазовка. Здесь будут проходить народные гуляния, ярмарки, проложат лыжню, тюбинговую трассу и ригли-парк. В списке традиционных ферменных событий зимы – юбилейный визит российского Деда Мороза в Клин, елка в лесу, фестивали, выходи гулять и самоварные настроения. Так что точим коньки, смазываем лыжи и санки. Несмотря на оттепель, зима в Подмосковье на подходе.